После матча есть разочарование, потому что мы все надеялись на положительный результат. Да, безусловно, раннее удаление навсегда, у нас все-таки какие-то коррективы. Но все равно мы должны, даже в такой ситуации, когда мы остались с десятером, мы имели моменты и мы старались темп держать. Понятно, что немножко нужно было перестроиться. И все-таки, как впоследствии выяснилось, слишком много мы в первом тайме сил, наверное, потратили, потому что тяжело было во втором тайме. Более такое непростое было держать темп. Я в раздевалке поблагодарил ребят, потому что то волю, то старание, которое они сегодня продемонстрировали, то желание, страсть, ну, оно лично у меня вызывает восхищение. Результат придет обязательно, если мы будем так же стараться, помогать друг другу, будем смелые и решительные на поле. Но момент разочарования есть, лично у меня. Сегодня вместо диспалифицированного Руслана Магаля вышел Василий Чаров на фланг. По-моему, это связано с его антропометрическими данными, потому что нам, как раз, там достаточно ростов соперник, правильно? Ну, вы знаете, мы всегда исходим из возможностей своих футболистов, и у нас разные варианты были. Я думаю, что здесь, как бы это был правильный наш выбор, но потом все-таки ситуация на поле изменилась, и пришлось немножко перестраиваться. Мы знали, как Вася может действовать в этой позиции. Я не могу сказать, что это был план именно под антропометрию соперника. Просто мы знали, Вася может давать агрессию на фланги доставка, мяча в штрафную, и хотели на этом играть. Ваши вопросы? Сергей Ильич Павлович, это рабочий путь в спорт. Дмитрий сегодня был на поле. С чем это связано? Да, вы знаете, у Олега было небольшое повреждение в этом промежутке, когда мы работали. Он был вынужден пропустить тренировку, но мы надеялись, что Олег выйдет со скамейки и усилит нашу игру, потому что его квалификация, мы в ней не сомневаемся. Но опять ход игры так складывался, что нужно было принимать решения здесь и сейчас. И, скажем так, то, что мы планировали до игры, мы не смогли воплотить в жизнь, потому что ситуация внесла свои коррективы. Соответственно, у Олега все в порядке, и есть высокая вероятность, что он уже появится в следующей игре на поле? Да, да, Олег уже 100% будет готов завтрашнего дня приступить к тренировке. Он как бы с нами и тренировался, вот просто был один момент, когда он не смог полноценно участвовать в тренировочном занятии. Вот, а сейчас никаких опасений нет, он будет готов к следующему матчу. Шоповая терапия на первых минутах, финансию, удаление, смогли отбить, соответственно, какие были ощущения в этот момент? Ну, знаете, тяжело работать неделю, да, строить план на игру, там, какие-то тактические варианты наигрывать. И мы, как бы, отрабатываем даже игру в меньшинстве временами, это нормальные вещи. Мы понимаем, что в футболе такое бывает, но очень тяжело получить раннее удаление, очень раннее удаление. Конечно, в этот момент надо уже было думать о новом плане на игру. Раннее удаление, оно всегда влечет за собой массу перестроений на поле и эмоциональная составляющая. Это был, скажем так, не очень легкий момент для команды, но я рад, что они с честью вышли из сложной ситуации. Турнир на таблице каким-то образом тратит сейчас на команду, то, что есть высокая вероятность бороться за крутой команды? Ну, я думаю, что мы четко знаем, что нам делать, и мы планово работаем всегда. Наша задача – это становиться сильнее на каждой тренировке в каждом матче. И мы ставим, единственная цель всегда для нас – это победа в каждом матче. Ну, сезон закончится, мы посмотрим, где мы в итоге окажемся. Вот, давит или не давит, да не давит, не должно давить на нас. Потому что мы, как бы, у нас стрессоустойчивая команда. Вот, я думаю, что здесь это не является основным фактором. Пожалуйста. Владислав Губинанский, Яндекс.Порт. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Анатольевич, вопрос. Второй матч подряд у Факела получается так, что удаление. И в матче с Енисеем удалось игру во многом переломить. И здесь, на протяжении этих сорока минут, что команда была в меньшинстве, Факел показывал, наверное, один из лучших отрезков бомбы на протяжении всего матча. Не получается ли так, что Факел в меньшинстве играет лучше, чем в равных составах? Может быть, какие-то дополнительные морально-болевые качества в этом отношении помогают? Ну, вы правы, потому что момент удаления всегда мобилизует футболистов. Правы в том, что здесь сразу на уровне психологии они понимают, ребята, что надо работать за себя и за своего товарища. Здесь, наверное, в разы выдваивается концентрация. Не хотелось бы, конечно, в меньшинстве хорошо играть. Все-таки мы идем к тому, чтобы в равных составах показывать атакующий зрелищный футбол. Не всегда это получается, но я повторю, если мы будем так же самоотверженно, жестко, агрессивно работать на тренировках и в играх, то результат обязательно придет. Андрей Никитин, что происходит с этим футболистом? Потому что качество его футбола в этом году, оно несколько ниже, чем в прошлом сезоне, ну и даже по ходу первой части чемпионата. С чем вы это связываете? Ну, я не могу сказать, что оно намного ниже качества. Просто здесь такой момент, что молодые футболисты им свойственно все-таки временами ошибаться. И нам бы хотелось, конечно, чтобы он всегда показывал стабильно высокий уровень, потому что на сборах он выглядел замечательно. Но пока, к сожалению, нам, может быть, здесь не хватает одной победы, чтобы немножко уверенность в своих силах пришла. Я это больше посыл к молодым футболистам, потому что когда человек на поле выходит, уже нет паспорта. Просто, наверное, он может быть менее стрессовоустойчивый. Ну, я думаю, что Андрей сильный парень, и яркие матчи у него еще впереди. Но хотя сегодня он играл очень достойно, и его замена была вызвана только тактическим соображением, потому что у него была желтая карточка. И он всегда дает агрессию, скорость, эмоции. Немножко перестраховываясь, понимая, что, возможно, будет удаление. Только так. К нему претензий сегодня нету, только похвалить его можно. И заключительный вопрос, если можно, откройте маленькую внутреннюю кухню. Олег Петрович Василенко сегодня отсутствовал. Какая-то коммуникация на протяжении матча, в перерыве, может быть, по ходу игры от главного тренера была? Да, слушайте, там мы всегда на связи. Все это время Олег Петрович там по семейным обстоятельствам отсутствовал. Но все, как бы вопрос решен благополучно. И он уже будет на ближайшем матче руководить командой. Я надеюсь, и на ближайшей тренировке он тоже будет. Естественно, он главный тренер нашей команды. Мы постоянно с ним обменивались. Я советовался с ним по многим вопросам. И он держал руку на пульсе, это естественно.